Встречи ветеранов с молодежью в нашем городе проходят довольно часто. Главная цель сегодняшнего мероприятия – воспитание гражданской позиции у представителей молодого поколения путем личного контакта с ветеранами. Поэтому представители золотого возраста не скупясь делились со студентами воспоминаниями об испытании горечи Великой Отечественной войны и той радости, которую принесла победа. Как вы считаете, вот такой вот личный контакт, личные беседы, они вот все-таки дают что-нибудь современное? Они дают очень многое и основное, потому что так просто что-то созерцать и не общаясь – это одно. А когда с уст того человека, который прошел определенный жизненный путь, притом довольно сложный, довольно опасный, я, например, участник войны, ранения у меня, Третий Белорусский фронт – это Восточная Пруссия. Там кромешный ад был в свое время. Поэтому, когда рассказываешь вот эти эпизоды войны, они уже, я не знаю, раньше меньше снились во сне, а сейчас почему-то, не знаю, к концу, так сказать, жизненного пути стали чаще сниться и, понимаете, даже сдрагиваешь. С каждым годом представителей Великой Отечественной войны становится все меньше. Уходя из этой жизни, они уносят живую историю, ту, о которой можно спросить лично, а не узнать о ней из книг или архивов. Поэтому такие встречи, безусловно, нужны современному поколению, и молодые люди сами это отчетливо понимают. Это важно. Эти встречи дают многое. Они, во-первых, дают понять те ситуации, которые проходили в те времена, дают ощущение той обстановки, той эпохи, которая проходила. И молодежи очень полезно знать и проводить такие беседы, чтобы в будущем они тоже смогли рассказывать своим детям, что происходило. На сегодняшний день мы знаем, что ветеранов с каждым годом становится меньше и меньше, поэтому молодежь должна активно участвовать в таких мероприятиях для нашего будущего. Помимо ветеранов войны, на встрече присутствовали и ветераны труда. Имея огромный опыт работы с молодежью, они отчетливо понимают, что сегодняшнее непростое время требует от них особой ответственности, что именно от них во многом зависит мировоззрение молодежи и ее отношение к жизни. Мы работаем очень много с молодежью. Проводим круглые столы, проводим встречи. Вот как сегодня вы видите, это что у нас? Это такая форма, мы взяли форму работы, как рассказ воспоминания. Рассказ воспоминания. Это когда молодежь слушает, а ветеран рассказывает. Современные юноши и девушки черпают информацию отовсюду, но она не всегда является достоверной. Представителей Старой Гвардии этот факт крайне огорчает. Именно поэтому они в свои преклонные годы находят силы, чтобы поделиться со студентами своей житейской мудростью. Ни дня без дела, ни минуты без работы. Это лозунг ветеранов, и они следуют ему. Быть может, молодежи стоит взять эти слова на вооружение. Субтитры создавал DimaTorzok